Да, давайте вспомним, просто пробежимся в контексте такой простой метафоры об эволюции бизнес-структур. Вот, значит, представьте себе некий бежевый ад 90-х годов, когда разрешили предпринимательскую деятельность, но когда разрушаются все государственные структуры, когда увольняются люди из институтов научно-исследовательских, потому что нечему, они там не платят просто, когда, значит, армию распускают, когда просто каждый сам за себя, очереди, значит, люди распродают домашнюю какую-то утварь, и вот представим себе некую семью Сидоровых, которая, значит, хочет выживать, потому что уже край. И вот собралась эта семья и думает, а что же нам делать? И один этот Сидоров говорит, кто-то, значит, какой-то там мужчина, допустим, как бы сексистски это не звучало, ну пусть мужчина. Давайте продадим бабушкин дом. Все говорят, да ты что, с ума сошел? Мы там все выросли, мы там все без штанова, значит, бегали, босиком, сколько поколений там выросло, бабушкин дом продать, как тебе язык повернулся? Он говорит, смотрите, я все посчитал. Вот мы продадим бабушкин дом, значит, вот на базе сникерсы продают, значит, в три раза дешевле, чем вот в киосках они продаются. Мы сейчас купим сразу вагон сникерсов, я знаю, значит, вот туда-туда-туда меня сразу возьмут, навар такой-то, значит, такой-то, и мы бабушкин дом отобьем за год, даже за полгода отобьем, если все вместе работать будем. Эх, как это тяжело, сразу фиолетовая струна во всех зазвучала, но бежевый ад вот рядом, и если ничего не предпринимаете, то ничего не случится позитивного, и решают, ладно, давай бабушкин дом продадим. Покупается вагон сникерсов, значит, и тогда сразу же, значит, что происходит? Теща становится финансовым директором, значит, жена становится главным бухгалтером, тесть становится главным, значит, по извозу всех, значит, по развозу этих сникерсов по киоскам, чтобы, значит, все правильно тут развозилось, брат становится, значит, колдовщиком, все как... и вот, то есть, все вот эти родственники Сидоровы, они все, значит, по местам стоят. И таких вот семейных организаций, семейных бизнесов было очень-очень-очень много вот в эти 90-е годы. И прекрасно все пошло, сникерсы на ура, значит, и бабушкин дом через полгода выкупается. Все счастливы, все более-менее наелись, все уже купили себе по машине, а брат даже две купил там машину, то есть, у всех уже, значит, какие-то сады, все себе улучшают жилплощадь, значит, все более-менее в порядке. И у этого Сидорова, который всю эту канитель замутил, возникает некое смутное беспокойство, потому что надо расти, он понимает, что надо расти, в нем эволюция звучит. А расти как-то не удается, потому что если нужно принимать решение, то как-то Сидоровых всех сложно собрать, или всякий раз, когда принимается какое-то конкретное решение, оно вдруг становится непопулярным там у тещи, или у тести, или у жены, или у брата, там, и так далее. И вот нужно что-то делать, нужно покупать, там, например, какую-то сеть киосков ставить, например. То есть, не просто сникерсами оптовая такая бизнес-то-бизнес торговля, а вот еще розницу открыть, и там не только сникерсы, вообще там, значит, и доширак продавать, и те рулеты тигровые, значит, вся вот это вот пиво, амбразуры вот эти. И Сидоров понимает, что-то надо делать. А что делать? Теща в сад уехала помидоры сажать, тесть запил, у брата, значит, с женщинами какие-то проблемы все время, так сказать. Жена говорит, там, маму не трогай, значит, и что-то надо делать здесь. И тогда происходит, а денег все больше и больше, и он начинает понимать, что это все может быть моим. А сейчас оно, де-факто, ничье. И тогда в позитивном варианте, значит, он откупается от своих родственников. Но это происходит довольно редко, потому что от них тяжело откупиться. Вот. Довольно часто просто брат кидает брата, то есть происходит какая-то, значит, некая кидалова, и возникает один большой хозяин Сидоров над всей вот этой собственностью. И компания делает большой шаг вперед, потому что возникает впервые кто-то один принимающий решение. Он один здесь все, всеми руководит, и он один, то есть не нужно уже там искать тещу на даче, или там тести, или брата, или еще кого-то. То есть все решаю я сам. И компания делает шаг вперед, уже много киосков стоит там по городу, что все уже продается, уже мини-маркеты, он смотрит в сторону того, что вот магазин поступил в продажу, значит, я пытаюсь этот магазин купить. Сотрудников много новых нанимаю, всех пинаю, потому что надо всех же пинать, они же не работают, если их не пнуть. Вы узнаете стадии, да, то есть я даже не называю, о чем идет речь, но вы узнаете. Вот. И он работает все плотнее и плотнее, все больше и больше, стресс все больше и больше, уже здоровье расшатывается, уже жена, там, допустим, новая, уже другая, уже, значит, говорит, что что-то надо делать, потому что так работать нельзя. И в ряде случаев, то есть человек сталкивается с тем, что ему нужно, опять же, справляться с кризисом роста, потому что он не может один уже руководить этими пятью десятками, значит, самых разных людей. А сделать это можно только в том случае, если он нанимает какого-то второго менеджера, если он нанимает какого-то партнера, а он помнит, что нельзя никому доверять, потому что в некотором смысле это для него теневая проекция, про теневые проекции мы тоже с вами говорили. То есть если мне нельзя доверять, а я-то знаю, что мне нельзя доверять, потому что я помню, как я чего-то обошелся, то кому я могу доверять среди всех этих людей? И вот это на красно-синем переходе находится довольно большое количество компаний в России и на постсоветском районе до сих пор. То есть люди, которые создали все это сами, они худо-бедно пытаются этим управлять, они понимают, что все это в вяло текущем кризисе, но сделать с этим ничего нельзя, потому что мне придется переступить через себя. Мне придется научиться доверять протоколам, бумагам, договорам и так далее. То есть если я действительно доверяю, тогда я действительно делаю шаг вперед, тогда я нанимаю людей, нанимаю кого-то за опыт, кого-то за розницу, кого-то за финансовую службу, кого-то еще за что-то отвечать. И у меня есть несколько критерий, и я руковожу только этими людьми. И компания делает шаг вперед. Очень большой. Это уже какая-то ритейл-сеть, это уже там много магазинов, да и в других городах. И возникает описание бизнес-процессов, возникают бумаги, возникают регламенты, возникают должностные инструкции, докладные записки. И все это так здорово, и все это работает. Но государство постоянно выпускает новые законы, возникают какие-то конкуренты, неожиданно, как грибы растут, возникают какие-то диверсии, что-то такое происходит, на что нужно очень срочно реагировать. А машина выстроенная, достаточно большая, неповоротливая, и делать с ней что-то нужно. И тогда Сидоров приходит в голову замечательная идея, которая, тем не менее, тоже преодолевает он достаточно большую трансформацию, что он понимает, что он управляет задним числом, что он все время управляет тем, что уже произошло, что тот учет, который он ведет, он совершенно безумен, что нельзя управлять задним числом, что он видит только то, что уже случилось неделю назад, ему дают там отчеты какие-то бухгалтера. И что? А как же дальше? Как я могу планировать на будущее? И он идет на семинар, и ему рассказывают про ERP-системы, ему рассказывают про управление по целям, ему рассказывают про бюджетирование, про KPI. И тут ему хочется сделать все по-оранжевому. Здесь он сталкивается с новым кризисом, потому что люди не хотят привязывать свою зарплату к своей эффективности, потому что они догадываются тогда, что зарплата-то станет меньше. И людей таких найти, которые бы готовы были рискнуть и действовать действительно по-хорошему, таких людей не больно найдешь. Все у нас боятся начальства, тут начальства бояться не надо, нужно действовать смело и прямо. И вот это сложный кризис, который Сидору, может быть, удастся преодолеть, и тогда он получит оранжевую систему с ERP-информационным управлением, с KPI-целями, с проверенными сотрудниками, с потрясающей службой персонала, мудрейшей, умнейшей, которая видит все и знает все, и которая является, по сути, одним из центральных подразделений, в отличие от красного и от синего, роль службы персонала все выше и выше, в оранжевых и в зеленых. А в зеленых системах это вообще номер один служба, потому что вокруг нее вообще все вертится. То есть только найти зеленого сотрудника на эту какую-то должность, это совершенно невероятная задача, и это очень-очень важно и сложно, поэтому служба персонала становится службой номер один. Вот такая как бы краткая история бизнеса в России. Ну, потом Сидоров внезапно съездил на ретрит в Индию, ему сказали, все, у тебя есть Сидоров, только просветления у тебя нет. Он говорит, нифига себе, а что это, просветление, это что, можно получить? Он говорит, конечно, вот смотри, есть просветленный мастер, ездишь к нему туда-то, возвращаешься просветленным. Ну, и если Сидорову действительно повезло с мастером, он что-то может такое почувствовать, что он никогда не чувствовал, и что, может быть, чему-то догадывался, о чем мы с вами тоже говорили, и тогда он, возвращаясь назад, и понимает, что он жить по-старому не может, что ему нужно что-то делать, что это все может быть очень красиво, что это может быть все очень мудро, глубоко и полезно, и нужно, и важно людям. И тогда он разворачивает все совсем иначе. И это еще один кризис, еще одна трансформация. И вот представить себе одного человека, прошедшего через все эти стадии, можно представить то, но реальных таких людей я просто не знаю, и я даже думаю, что их и нет вовсе, потому что это невероятная ситуация, чтобы мы могли это все вот так вот реализовать. То есть это какой-то был у нас такой краткий экскурс в развитие такой метафору бизнес-систем.